Всем привет! С вами Виола. И 31 шаг, который мы с вами сегодня сделаем в салоне Мегри Банхану, который находится в столице Азербайджана, в нашем красивейшем городе Баку. Прежде чем начать демонстрацию, я скажу для тех, кто впервые у нас в гостях, добро пожаловать, подписывайтесь, мы будем рады. И повторю, конечно же, информацию для девочек. Ну, в принципе, я думаю, что они в этом не нуждаются, но в любом случае. Немножко отвлеку вас, заберу у вас чуть-чуть ваше время. Так, что я хотела сказать? Во-первых, по ценам, по фотографиям, каким-то подробным, по размерам. Девочки, обращайтесь, пожалуйста, ко мне лично. Свои контакты я оставлю в инфобоксе под видео, а также закреплю в комментариях. Дальше. Дальше я скажу, что выходит, ну, обычно две части каждого шага. И третья часть – это ролик с фотографиями, где все украшения пронумерованы. Это сделано для вашего удобства. Чтобы вы спокойно могли написать мне, обозначить то украшение, которое вам пришлось по вкусу, его номер. И я дам вам уже по нему дальнейшую информацию. Что еще хотела сказать? Насчет размеров колец. Девочки, это комплимент от Мигри Банханум вам, нашим покупательницам. Размеры мы регулируем для вас. Делаем то, которое подходит, которое подходит вам. Те, которые подходят вам. Да. Вот. И мы делаем это совершенно бесплатно. Вам это ничего не стоит. Также я хочу сказать еще по отправке украшений. Что происходит? Происходит то, что в субботу выходит видео. Вы выбираете украшение, которое вам понравилось. До среды включительно проходит оплата, так как в четверг Мурат отвозит украшение к ювелиру, чтобы подогнать под нужные вам размеры. Бронь мы долго не держим. Если вы вдруг передумали, что-то изменилось, пожалуйста. Или пишите сами. Ежели вы не пишете, не появляетесь, в среду я автоматом снимаю бронь. Пусть никто не обижается. Итак. В следующую субботу уже, в течение недели, значит, вы до среды оплачиваете. В четверг Мурат ваше украшение отвозит ювелиру. Те, которые необходимы, естественно. В субботу, когда я снимаю следующий шаг, я забираю ваши украшения. В воскресенье я дома формирую ваши посылочки. И в понедельник я их отправляю. Все посылки уходят заказными бандеролями. И после отправки я высылаю вам номера треков для отслеживания ваших посылок. Вроде бы все. Если еще что-то вас интересует, пожалуйста, пишите мне лично. Так. А начать я хочу уже традиционно с того, что сегодня на мне. Кстати, девочки, сегодня вас ждут очень интересные украшения. И вот такой набор я подобрала себе. Его можно повторить. Повторить можно вот такой комплект с невероятно красивым ониксом. И вот такая цепочка, назовем это так, из ограненного оникса с серебряной фурнитурой. Покажу я вам это дальше. А сейчас давайте я сниму свои украшения. Я приобрела себе сегодняшнее видео. Я показываю в обновках. Я их не видела. Я увидела сегодня и не могла удержаться от того, чтобы не приобрести себе такую красоту. Так. Застежка здесь идет. Тоггл. В общем, дальше я вам все покажу. Мое показывать не буду потом в хвастах. И начнем. Начнем мы с прекрасного комплекта. Так он мне нравится, девочки. Посмотрите, какая прелесть. А, что еще хотела добавить. Для тех, кого так волнует, что видно меня, но не видно украшения. Дорогие мои, я говорила уже ни раз, ни два, ни три. Но я повторюсь, мне не трудно. Это носит, вот то, что я показываю украшения на себя, примеряю, это носит характер чисто демонстрационный по размеру украшений, потому как они смотрятся в надетом виде. Здесь я не показываю украшения детализированно, девочки. Не надо мне писать это из раз в раз, пытаясь меня задеть или уколоть. Ну, это просто, ну, честно уже, ну, смешно, реально. Это именно для того, чтобы вы могли увидеть размер самого украшения и как оно выглядит. Так, начнем. Вернее, продолжим. Девочки, вот такой классный комплект. Здесь у нас идет кабошончик аметиста. Вы сами видите, какая прелесть, на просвет вот какой камень. И давайте я сейчас надену и покажу, как смотрится. Такая тарелочка, очень здоровская. И внутри, как будто бы такая аметистовая вкуснятинка. Вот. Вот так выглядит этот комплект. Вот так он смотрится. Вот так. И к этому комплекту, забегая вперед, как обычно, я могу предложить вам браслет. Я думаю, что они прекрасно друг с другом сочетаются. Мое мнение таково. Здесь вот такого же качества аметиста, такого же оттенка. Здесь идет тоже кабошончик. И вот так. Это можно компоновать. Браслет я вам потом покажу индивидуально. Но пока, пожалуйста, посмотрите. Дальше. Дальше я покажу вам нефрит. Только сниму сережку, как обычно. И вот. Фотографии более детальные вы сможете увидеть в ролике, где украшения, собственно, пронумерованы. И также попросите у меня дополнительные фотографии. Я их с удовольствием вам предоставлю. Вот такой комплект. Дальше я покажу вам нефрит. Нефрит. Вот он, красавчик. Вот так вот здесь сделано, девочки. Здесь такая деталь малюсенька. Здесь вклеен вот такой вот маленький циркончик. И вот такой замечательный нефрит. Он тоже такой яркий, не темный. На просвет прекрасно он просматривается. И получается вот такой комплект. Вот какая здесь огранка у камня, чтобы вы видели. Она вот так поднимается к центру. И вот как грани играют нефритовые. И, пожалуйста. Вот так это можно носить с огромным удовольствием. Здорово. Дальше. Дальше я покажу вам комплект из искусственного авантюрина. Это авантюриновое стекло. Называется иначе, ну, как зовут еще, но Чикаира. А, что еще хотела заметить также, что камни у нас в салоне все натуральные. У нас нет подкрашенных камней. У нас нет ни серебра. Если только застежки бижутерные, ну, я всегда это озвучиваю. Ну, это на каких-то ожерельях, на каких-то бусах. Вот. В самих комплектах у нас такого нет. Ежели это так, то мы это всегда говорим. Да. Мы желаемое за действительное не выдаем. Прошу вас этот момент учитывать. В принципе, те девочки, которые у нас делали покупки, подтвердят, не дадут соврать, что это так и есть. Итак, Ночи Каира. Ночи Каира у нас идут в Агранке. Вот такой вот чудесный. И вот такие у нас ночи в Каире. Посмотрите. В Каире я, правда, никогда не была. Честно говоря, мне почему-то туда не особо тянет. Потому что, прежде всего, там жара. Я уже молчала о какой-то обстановке. Но жара, это, ну, в общем, жаркие страны, это не мое. Я из боку бегу от жары при первой возможности. Ну вот, девочки. Вот такие у нас красивенные звездные ночи. Дальше, что я вам покажу. Это будет комплект Стрела Амура. Стрела Амура. Вот такой крупный комплект. Здесь идут сережки левая и правая. И давайте я уже вам обе их покажу, раз я взяла. Вот, посмотрите, какие здесь здоровские камни. Это рутиловый кварц. Вот, кто не знает, я думаю, что все вы прекрасно знаете. Вот, это рутиловый кварц. И посмотрите, как выглядят эти стрелы. Которыми Амур пронзает сердца. Девочки, вот. Крупный комплект. Но, видите, посмотрите сами. Вот я специально обращаю ваше внимание, что дырочка у меня, вот эта часть, она не провисает. Его можно носить. И вот какое кольцо. Очень красивое. Здесь камни невероятные. Посмотрите, здесь достаточно вот этих включений. И мне кажется, очень смотрится гармонично. Давайте я кольцо правильно надену. У меня синтаконстроение очень классное. Чего я вам всем желаю. Вот, 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 красота. Это очень красиво, девочки. Посмотрите. Вот такой комплект. При желании можете себя приобрести. И я думаю, что вы не пожалеете. В принципе, ни одно наше украшение не может вызвать какого-то сожаления, даже малейшего. Так. Дальше. Дальше я вам покажу комплект. Здесь у нас будет черная звезда. Касаемо черной звезды. Вот. На фотографии вы увидите. Сейчас я не знаю, смогу ли я поймать этот блик. Скорее всего, нет. Я не буду пытаться тратить время ваше и своем. Вот так вот. Небольшой комплект. Он по типу моего. Девочки, черная звезда – очень сильный камень. И если вы каким-то образом опасаетесь его, то, ну, не стоит входить с ним в какие-то личные отношения. Этот камень нужно полюбить, нужно принять его всем сердцем, как я это чувствую. Потому что у меня с моей звездой, ну, полная идиллия. Мы друг друга прекрасно понимаем. Он знает, что я от него жду. И он мне это дает в полной мере. Я в этом абсолютно уверена. Могут смеяться скептики, могут смеяться неверующие. Но это мои отношения с моей черной звездой, как бы. Поэтому мы это как-то, ну, переживем, товарищи. Но опять-таки повторюсь, этот камень нужно просто полюбить. Захотеть его, упасть от него в обморок. И тогда вы почувствуете его силу и почувствуете, как он будет влиять на окружающих. Которые, ну, которые. Так, в общем, черная у нас звезда. Дальше. Дальше я покажу вам чудесные аметисты. Аметисты в огранке. Это такая прелесть. Посмотрите, какие хорошенькие. Здесь идет лавандовый аметист. Но он не совсем такой светлый-светлый, как обычно лавандовый. Очень приятный у него оттенок. Ну, красивейший комплект. Огранка безумная совершенно. И смотрится он вот таким образом. Вот так вот он садится на ушко. Красиво. И вот колечко. Вот такой чудесный комплект. С лавандовым аметистом. Я рекомендую вам к приобретению. Красиво, девочки. Действительно, очень красиво. Следующий комплект. Это у нас будет сердолик. И не простой, а вот такой. Сердолик у нас здесь идет в огранке. Многие, кто смотрят, нас уже, ну, с самого начала, скажем так, знакомы с этими комплектами. И вот как он выглядит. Вот такая прелесть. Девочки, комплект, как, впрочем, и другие, в единственном экземпляре. Поэтому, ну, думайте. Ой, прошу прощения. Вот, посмотрите. Предупреждаю заранее. Если комплект придется не ко двору, то мой двор готов его принять в свои ряды. Ну, я думаю, что, я думаю, что вы оцените его в полной мере. Этот комплект у меня не задержится. Ну, у нас однозначно. Ну, я так думаю. Так, дальше. Ой. Дальше я покажу вам девочки-александриты. Посмотрите, какая прелесть, девочки. Если прошлые александриты были абсолютно другие, они были фасетные огранки. Эти, конечно, не фасетные огранки. У них совершенно другая огранка. Но от этого не становятся они хуже. Александриты. Искусственно выращенные. Это не природные александриты. Говорю сразу, во избежание каких-либо претензий. Так. И вот колечко к этому комплекту, девочки. Посмотрите. Очень красивый камень. И вот так он смотрится. Вот так. Украшение не мелкое, как вы сами можете видеть, но не тяжелое. Так, мое понятие о тяжести, но оно есть, оно существует. И я всегда озвучиваю. Потому что для меня это важно. Это важно. Я не могу носить тяжелое украшение. По крайней мере на постоянной основе. Ни в коем случае. И надеваю очень изредка. У меня есть такие украшения, конечно же. Ну как. И на такой короткий срок. Так, девочки. Покажу вам комплект с самоцветами. Это вот такая прелесть. Вот такая, ну, здесь палитра цветов. По камням здесь у нас идут гранаты. Здесь у нас идут аметисты. Здесь идет тапаз, хризолит, цитрин и желтый тапаз. Девочки, вот это все присутствует вот в таком вот невероятном украшении. И вот как он выглядит. Камни здесь все природные, девочки. Повторюсь. Здесь нет гретых камней. Здесь нет каких-либо еще. Фианитов, допустим. Ну, которые представлены как те же тапазы или те же гранаты. Нет, наш салон такой не практикует. У нас, знаете, серьезная такая, скажем так, контора. Где все украшения проверяются. Подождите секунду. Так, я снова с вами. Вот, была настоящая покупательница. Ей нужно было что-то срочно, поэтому я прошу прощения. Вот, девочки, вот такая вот прелесть. Да, о чем, то бишь, я говорила. А говорила я о том, что все камни проходят экспертизу. Это все очень серьезно. У нас, как бы, правовое государство. Закон никто не отменял. И салон, это не какой-то, знаете, ларек посреди там улицы или еще где, где ты его так кладешь и продаешь, что душе твоей угодно. Абсолютно нет. Здесь все лицензировано. Здесь все официально. Поэтому, поэтому те, кто пытается как-то что-то там придумать себе или придумать для других, ну, не по адресу, товарищи, честно, не по адресу. Так, комплект, который я вам покажу следующим, это вот такая прелесть. Девочки, здесь рубины. Я вам скажу сразу, они здесь достаточно хорошо очищены. Конечно, это не там рубин такой чистой воды, но в сравнении, допустим, забегая вперед, я вам покажу сейчас. В сравнении вот с этим, видите, камень полупрозрачный. Или же, допустим, я покажу вам сегодня браслет. Вот, абсолютно разное качество камней, соответственно, и цена. Девочки, несмотря на то, что комплект вот такой, ну, большим его крупным не назовешь, конечно, ну, и не миниатюрным его не назовешь. Он достаточно эффектный, достаточного размера, чтобы быть замеченным. Вот. Ну, как бы, ну, опять-таки, я сужу по своему карману. Опять-таки, я в состоянии купить этот комплект. Слава Богу, цена доступная. Но я хочу, опять-таки, обратить ваше внимание, что рубины здесь, вот видите как, они такой, неплохой чистоты. Поэтому вот, это не гранаты, это рубины. Чтобы вы знали. Так, о, теперь начинается самое интересное. Сейчас я вам покажу украшения, которые можно прекрасно скомпоновать с чем. И начну я, девочки. Я повторю. Такого плана комплект мы уже показывали. Он ушел, у нас есть повтор. Это хрусталь. У меня тоже есть подобного рода комплект. Единственное, что у него другая форма. Он такой более прямоугольный. Да, успеваю, на время смотрю. Да, девочки. И вот такой вот браслет с хрусталем. Он такой, как колотый лед. Очень красивый. Невероятно он смотрится. Вот такие вот сережечки. Я надену колечко попозже. Но сначала я хочу показать вам то, что мы для вас приготовили. То, что Мегри Банхану принесла. То, что было у нее. И то, что мы можем вам предложить. Девочки, все вот эти оживилия, которые я вам сегодня продемонстрирую, они все с серебряной фурнитурой. Все здесь серебряное. И замочек, и все вот эти детальки. И вот такой вот. Смотрите, какой лед. Какие льдинки невероятные. Я вам предлагаю. Ну, естественно, это украшение можно купить как самостоятельно, так и в компании к этому комплекту. Девочки, давайте я вот так буду делать, чтобы время наше не убегало. И вот кольцо. Нет, все-таки давайте я буду застегивать. Так мне не нравится, как это выглядит. Вот, все, застегнула. Девочки, посмотрите, какая роскошь. Прям ледяная сказка. Вот снежная королева. Она бы была рада, я думаю, такому комплекту. Я обязательно приобрету себе такие... Такое ожерелье. Приобретут яндеки, я его себе уже отложила. Так что, девочки, вот их было два. Другое мое чуть немножко разнится. Ну, там буквально какие-то мелкие детальки, это не имеет значения. И вот, я не могу, конечно, свой комплект с хрусталем оставить без такого невероятного дополнения. Это очень красиво, очень. Ну, вы и сами можете видеть. По-моему, это шикарно. Сейчас я вам покажу поближе всю эту прелесть. Здесь тоже на такой колотой... Так, сейчас... Я, наверное, может быть, буду уходить на... Нет, все-все. Неудобно все-таки. Девочки, вот этот комплект с хрусталем. И вот к нему вот эти невероятные... Ну, опять невероятные, невероятные ожерелья. Вот такая вот красота. Я не уверена, что мне хватит первой части видео. Девочки, следующий комплект, который я вам покажу, это цитрины. Вот такие цитрины, вот такие сладухи. Ой, не сняла. Льдинку, сушка. Посмотрите, какая прелесть. Вот такая вот цитриновая. И она будет не одинока. И я имею удовольствие огромное просто предложить вам вот такое. Я назову это, наверное, какой-то цепочкой, что ли. Ну, бусами не назовешь. Я в моем понимании, да. Мне кажется, это такое, какое-то цепочка, ожерелье. Тоже, повторюсь, здесь вся фурнитура серебряная, девочки. И вот, допустим, вы можете еще раз приобрести это или же с комплектом, или же автономно. Те девочки, кто любит цитрины, у кого есть украшения из цитрины, или же просто любит цитрины и начать свою, скажем так, цитриновую историю с этого невероятного украшения на шею. Или вот так в комплекте. Чудесно. Просто чудесно. Я забегаю вперед, скажу, что цитриновую такую цепочку я себе тоже купила. Правда, у меня цитрины пока только в кабошонах или нет? По-моему, нет, не только в кабошонах. Да, по-моему, нет. Угу. Что-то я забыла. Я сегодня, как увидела, сразу схватила себе аж три цепочки. Да. Ну, я не думаю, что это предел. Посмотрим. Вот. Вот такое чудесное, чудесное. Девочки, неправильно держу. Вот такое вот. На фотографиях все вы увидите воочию. И посмотрите, как это выглядит цитрины с ограночкой. И вот этот комплектик, который, собственно, я вам тоже показывала. Так. Дальше у нас раухи. Раухи, раухи. Раухи у нас идут вот такие. Овальная форма, кабошон. Посмотрите, какой раух на просвет. Прекрасный просто. Видно, по-моему, да? Думаю, да. Давайте я надену и покажу. И, девочки, к этому украшению... Я прошу прощения. У меня тут... В общем, ладно. Ладно, аллергия опять моя проснулась, так называемая. У меня есть определенная... На определенную еду. Ну, ладно. Горло саднит, мандаринов наелась. Так. Что хотела сказать, девочки? Эту цепочку ожерелья из раухтапаза вы также можете приобрести или, или, да? Но посмотрите, какие здесь раухи. Знаете, в чем фишка? Как мне нравятся эти бусины. Я прям умираю за них. Здесь очень интересная огранка. Значит, по краям она матовая. Как бы идет бусина именно матовая. А в центре она огранена. И это очень необычно. Я вам признаюсь. Вот так вот они поблескивают. Вот тоже безумно красивая такая цепочка. Что еще хорошо? Это украшение универсально. За счет того, что оно как бы и матовое, и с огранкой, его можно носить как с кабошонами, так и с ограненными раухами. Ну, раухтапаз для тех, кто знает или не знает. Опять-таки, знаете, я во избежание каких-либо, ну, в общем, придирок. Назовем это своим уже именем. Я скажу, что никакого, конечно же, отношения он не имеет к топазам. Так, сейчас. Это дымчатый кварц. Да что ж ты будешь делать? Ой, девочки, я что-то этот... Сейчас, секунду, я вернусь. Я снова с вами. И вот, посмотрите. Вот так вот смотрится на шейке. Эти раухи наши красивущие. И вот как они смотрятся в сочетании с комплектом с кабошонами. И я вас уверяю, что с ограненным раухом это будет смотреться не менее замечательно. И нисколько образ не будет перегружен. Ну, в моем понимании, опять-таки. И вот так. Это очень красиво. Очень. Так, у меня есть еще немножко времени. Я не знаю, успею ли я показать то, что я хочу. Наверное, нет. Наверное, знаете, что мы сделаем. Наверное, я с вами сейчас попрощаюсь. Первая наша часть пускай подойдет к концу. И уже во второй части я смогу спокойно пить дифирамбы тем украшением, которое я хочу вам предложить. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok